Всем привет! В этом видео мне бы хотелось поделиться с вами своим дипломным проектом, а точнее настольной игрой, которая называется Домик в Сибири. Свою настольную игру я решила посвятить своей истории, которую начинала реализовывать в виде комикса, который, к сожалению, немножко так подзаброшен и сейчас стоит на месте. Я взяла уже готовых персонажей, концепт и визуал. И Домик в Сибири это лес, это зима, а защита у меня была в декабре, так что я думаю, это было прям в тему. В процессе, конечно, намучилась тем, чтобы готовый сюжет подстроить под механику игры, которая, к слову, дважды успела поменяться, но зато результат вышел отлично. По итогу у меня получилась игра-бродилка, где нужно подкидывать кубик, переставлять своего героя, за которого играешь, и тянуть карточки с действиями или вопросами. Сейчас на видео я показываю комплектацию игры. Здесь у нас инструкция, миниатюрные фигурки и самодельные подставки для них, карточки персонажей, кубики, карточки с вопросами и действиями и игровое поле. Я взяла готовую механику у другой существующей игры и немного ее адаптировала под свой концепт. У нас есть главные персонажи, которые так или иначе имеют отношение к сибирскому лесу, и есть наглый птыц. Это лесной дух, который любит шкодить и наводить беспорядки, а также тырить чужие вещи. Да. В правилах игры я выделила одну страничку, где прописала сюжет. Игрокам нужно догнать этого птыца и вернуть обратно в домик лесника, чтобы он вернул все вещи, которые успел стыбзить из этого самого домика. В игре 8 персонажей и 1 птыц, которого игроки должны подхватить по пути и доставить на базу, то есть в дом лесника. Могу сказать, что собирать вот эти миниатюрные фигурки оказалось очень непросто, и спасибо маме, которая мне помогла все это дело вырезать. А эти подставки? Нужно было заранее купить уже готовые, но я поздно спохватилась, и они бы просто не успели бы приехать до защиты, поэтому пришлось делать самим из пивного картона. Было тяжело. Есть также карточки персонажей, в которых прописано, как каждый герой передвигается по игровому полю. Кто-то может добавить плюс 1 к своему ходу, если ему выпало четное число на кубике. Другой персонаж не ходит по красным стрелкам, а кто-то может не отвечать на один вопрос, который ему выпадет. Игроки могут сами распределить между собой, за кого играть, или же выбрать героя с помощью жеребьевки. И, пожалуй, самое интересное в этой игре и самое объемное по реализации – это карточки. Они двух видов. Первые – это карточки действия, у которых рубашка выполнена под дерево. А вторые – карты с вопросами, у которых рубашка выполнена под лед. Эти карты игроки берут тогда, когда они попадают на особые клетки игрового поля, то есть на клетке, где изображены стрелки и знаки вопроса. Всего пришлось нарисовать 40 таких карт. 20 коричневых и 20 синих. На картах действия написано, куда нужно передвинуться игроку – вперед или назад, а может и вовсе нужно пропустить ход и вернуться на старт. На карточках я изобразила некоторых персонажей и других лесных духов, которые должны будут появиться и в комиксе, который я надеюсь когда-нибудь продолжить. На синих картах написаны вопросы о Сибири. Если игрок ответит правильно, он может продвинуться вперед. Если же отвечает неправильно, то назад. Таким образом, в ходе игры игроки могут узнать интересные факты о таком регионе, как Сибирь. Все ответы на вопросы я разместила в правилах игры. В основном на карточках я изображала различные пейзажи с горами, реками и лесом. И в процессе мне самой было интересно окунуться в эту историю и узнать что-то новое для себя о Сибири. Изначально я планировала вводить в игру коллекционные карточки и карты действия. И в ходе игры игроки должны были собирать у себя карты с коллекционными персонажами. И у кого к концу игры их было бы больше, тот и побеждал. Однако, когда у нас был предпросмотр наших проектов, в ходе обсуждений мне пришлось от этой идеи отказаться. И ввести познавательный элемент в игру. Мне было довольно тяжело отказаться от своей старой задумки. Я уже успела отрисовать к тому моменту 8 коллекционных карт, которые делились на 2 вида. И мне знатно пришлось поломать еще и голову, чтобы подобрать другую механику. Чтобы при этом персонажи оставались канонными относительно моего комикса. Так как мне тяжело было бы менять концепт своей идеи. Я уже тысячу раз успела пожалеть, что взяла свою готовую историю. И думала, что было бы гораздо, гораздо проще разработать концепт с нуля. Сразу подстраивая его под определенную механику. Но! Могу сказать, что изменения, которые я внесла по итогу в игру, сыграли только на руку. Игра значительно стала лучше и интересней. Я не жалею, что пришлось менять механику и ломать голову над этим. Так как изменения были только в лучшую сторону. Да, работы мне добавилось. Нужно было отрисовать в разы больше карт. И рисовать еще и дополнительные карты персонажей, которые изначально я вообще не планировала. Да, нужно было подбирать интересные вопросы для новых карт. Но оно того точно стоило. Так что я очень довольна тем, что у меня получилось дожать свою разработку. Самое простое, что есть в этой игре, это игральные кубики, которые я заказала на Валберисе. Единственное, я хотела подобрать цвет, который бы подходил к общей палитре игры. Но это было вовсе не сложно и я сразу нашла вот такие синие кубики. И самое большое в этой игре, это игровое поле. Я посмотрела не один видос про то, как люди в домашних условиях делают игровое поле. На мое счастье, у меня уже был дома пивной картон и именно нужного мне размера. Это был формат 30 на 40, который я поделила на 4 части. И оно прям идеально вошло в ту коробку, которую я кстати тоже заказала на Валберисе. Отрисовку карты я оставила на самый конец и времени уже оставалось не так много. Я даже прибегала к помощи нейросетки. Я сначала полностью отрисовала карту сама, загрузила изображение в одно приложение, где была функция с искусственным интеллектом. И там мне оно выдало отредактированное изображение, которое мне подсказало, какие лучшие цвета стоит подобрать. И я после стала дорабатывать все это дело и смогла уложиться в сроки. Единственное, я думаю, что можно было чуть лучше прочитать размер клеток, чтобы персонажи на них лучше помещались. И у меня есть один косяк, я добавила в одном месте зеленую стрелку, которая оказалась лишней. Но это выяснилось только после того, как у меня получилось сыграть в собственную же игру. А это было уже после защиты. Но думаю, ничего страшного в этом нет. С обложкой коробки я тоже поломала голову. Изначально я хотела красиво на ней изобразить сам домик в Сибири. Отрисовала аж целых две полноценных картинки. Но одна из которых потом пошла, кстати, на печать открытки. Но мне в итоге их не согласовали. Нужно было на обложку поместить крупный логотип и элементы самой игры. То есть карточки и птыца в данном случае. Чтобы у потенциального покупателя было лучшее представление о том, что ждет его внутри этой коробки в самой игре. И могу сказать, что результат тоже вышел хорошо. Клеить это дело снова было большим геморроем, к сожалению. Да, я распечатала части изображений и наклеила сверху на уже готовую коробку. Зато она получилась довольно плотной. И снова спасибо маме, что помогла мне со всем этим делом. В одиночку это делать было бы значительно сложнее. Вот такие дела. По итогу я на отлично защитила свой дипломный проект. Меня даже похвалили. Какая я молодец. И у меня теперь есть вот такой красный красавчик. Для справки. Я училась 4,5 года очно-заочно. То есть по вечерам в основном ходила учиться. На коммуникативном дизайне в Донском государственном техническом университете. То бишь кратко ДГТУ. Хочу сказать спасибо моим преподавателям и дипломному руководителю, которые направляли и наставляли нас на протяжении этих лет. Я очень рада, что у меня по итогу вышло столько классных проектов. У меня даже есть отдельное видео на канале, где я показываю то, что мы делали по учебе. Это было классное время. На этом будем заканчивать. Спасибо, что посмотрели данное видео и послушали мою интересную болтовню. Всем добра, счастья, любви и вдохновения. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!